Разница в процентных ставках, конечно же, будет иметь значение. В этом году мы увидим три повышения процентных ставок США. Грег Андерсон, BMO Capital Markets. Премьер-министр Канады Джастин Труда попытался смягчить беспокойство по поводу будущего экономики страны. Он заявил, что экономика Канады всё ещё сильна, несмотря на низкие цены на нефть. Как, на ваш взгляд, будет изменяться курс пары американский и канадский доллар в течение одного месяца? Мне кажется, что для политика сказать, что экономика страны сильна – это преувеличение. Тем не менее, экономика не находится в состоянии рецессии. Скорее всего, данные о росте экономики за четвёртый квартал будут весьма солидными. Данные об объёмах розничных продаж за ноябрь превысили наши ожидания. Вероятно, в четвёртом квартале экономика выросла примерно на 2%. А в 2016 году мы рассчитываем на рост в размере 1,3-1,5%. Я бы не сказал, что экономика Канады сильна, но и нельзя сказать, что она находится в состоянии рецессии. В среду Центральный банк Канады решил оставить процентные ставки неизменными. При этом председатель Центробанка Стивен Полос выступил с весьма оптимистичной речью. Какое влияние оказала монетарная политика на ваши среднесрочные прогнозы? Разница в процентных ставках, несомненно, имеет большое значение для курса валюты. Ещё в начале недели участники рынка рассчитывали на повышение ставок на 25 базисных пунктов. А когда этого не произошло, курс валюты понизился примерно на 2%. Мы считаем, что Центральный банк Канады в будущем всё же понизит ставки. Они просто не хотели делать этого сейчас, чтобы рынки не восприняли это как панические действия. Скорее всего, понижение ставок произойдёт либо 13 апреля, либо чуть раньше 9 марта, если данные о занятости будут неутешительными. В любом случае, мы считаем, что в течение трёх месяцев курс этой пары достигнет отметки 1,49. Сейчас никто не ожидает понижения ставок, поэтому влияние такого решения будет ещё сильнее. Чарльз Эванс, председатель Федерального резервного банка Чикаго, недавно заявил, что, по его мнению, в этом году произойдёт три повышения процентных ставок. Какие у вас прогнозы касательно курса этой пары на 12 месяцев? Мы также полагаем, что в этом году ФРС повысит ставки трижды. Возможно, это слишком оптимистичные прогнозы. Но мы всё ещё рассчитываем на повышение в марте, июне и декабре. Я уже упоминал о том, что разница в процентных ставках – это важный двигатель курса пары американский-канадский доллар. Другой важный двигатель – это, несомненно, стоимость нефти. Мы полагаем, что цена на этот ресурс восстановится до 45 долларов за баррель в четвёртом квартале. Если так и произойдёт, то это будет иметь больше значения, чем повышение процентных ставок США. Мы полагаем, что курс пары американский-канадский доллар достигнет отметки 1,41 через 12 месяцев. Если посмотреть на график, то мы увидим, что курс повысится до уровня 1,49 в течение трёх месяцев, а затем снова понизится до отметки 1,41. Грег, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё множество интересных программ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok